Кроме членов комиссии в нем приняли участие секретарь городского совета Ольга Боровская, главврач больницы на водном транспорте Олег Марнянский, а также руководители отделов и служб госполкома. На повестке дня были рассмотрены два основных вопроса и ряд текущих. Одним из основных был вопрос исполнения бюджета города за 6 месяцев. К сожалению, это достаточно напряженный был бюджет запланированный. Мы считаем, что Минфин действительно немножко завысил темпы роста бюджета для города. Бюджет исполнен, доходная часть бюджета исполнена на 49,4%. То есть, несмотря на то, что все-таки на 2, почти более чем на 20 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходная часть увеличилась, но бюджет все равно недовыполнен. Основная причина – это те проблемы, которые были в порту. Почти полтора миллиона подоходного налога за счет порта недополучено. Депутаты рассмотрели выполнение рекомендаций предыдущих заседаний комиссии. Это мы заслушали причины, почему идет оттяжка начала ремонтных работ по больнице, где почти 1,8 млн надо освоить на ремонте трепартического отделения. Но считаем, что сегодня есть объективные на то причины, но комиссия оставляет за собой право контроля, чтобы в сентябре эти работы были начаты и чтобы до конца года эта сумма была освоена. То есть, еще одно отделение больницы было капитально отремонтировано. Также был рассмотрен ход строительства малосемейного общежития возле Молодолинской школы. Здесь объективные причины есть, что сегодня там явно, конечно, недостаточное финансирование. Это связано с тем, что очень большие суммы вкладываются, это почти 7 млн в этом году с городского бюджета ушли на строительство Александровской школы. После сдачи этого важного объекта мы считаем, что и ускорятся темпы строительства этого малосемейного общежития. И к концу следующего года есть уверенность, что оно будет сдано, и люди получат нормальные условия, улучшат условия своей жизни. Кроме этого, были рассмотрены изменения в программах социальной защиты горожан, предлагаемые городским управлением труда и социальной защитой населения. Ко дню пожилого человека 1 октября 63 тысячи запланировано на выплату материальных пособий различных. И на более 7 тысяч гривен на оплату за награждение чернобыльцев знаком 25 лет трагедии. Кроме этого, были рассмотрены вопросы о переброске средств, не меняя общих объемов финансирования по городскому отделу образования, для того, чтобы на 1 сентября были успешно проведены и завершены все текущие ремонты, чтобы и здания школ, и дошкольные учебные заведения были готовы к 1 сентября в обязательном порядке. Также была принята рекомендация о выделении дополнительных средств городскому отделу образования для подготовки школ и дошкольных учреждений к 1 сентябрю. Следующее заседание комиссии, которое состоится в августе, будет посвящено работе отделов культуры и по делам семьи, молодежи и спорта.